То есть, Ренат, вы сейчас назвали два вида деятельности основные. Это поддержка гражданского общества и поддержка средств массовой информации. Я правильно поняла, да? Да, да. Ну хорошо. Да, у этого проекта стояло несколько задач. Цель-то, конечно, одна общая — это минимизировать негативные последствия то есть этого карантина, вот этой вот всей ситуации для населения двух городов — Алмата и Нур-Султан. А если так посмотреть по задачам, то, конечно, в первую очередь мы хотели продемонстрировать этим проектом и вовлечь именно гражданское общество, и продемонстрировать, как именно общественные организации могут внести свой посильный вклад в решение такой задачи, так скажем, очень. Кроме того, да, вторая задача стояла — это повышение информированности населения. И тут мы опираемся на средства массовой информации, потому что кто, как ни они, могут здесь оказать помощь и осветить правильно всю эту ситуацию. Но там был ещё один такой компонент — это улучшение координации общественных и волонтёрских организаций в сфере оказания помощи. Потому что мы сейчас видим, волонтёрских организаций достаточно много, есть уже такие солидные организации, есть те, которые только-только делают свои первые шаги. И мы этим проектом начинаем определённые, может быть, где-то системные какие-то, возможно, изменения в своей структуре проектов. И это всего лишь начало. В будущем мы думаем, что, может быть, стоило бы поддержать ещё несколько инициатив, направленных именно на улучшение координации, помочь волонтёрам быть более эффективными, действенными. Продолжение следует...